КамАЗ 43118 это грузовый автомобиль повышенной проходимости колесная формула 6х6 с бортовой платформой или универсальным шасси, серийно выпускаемый Камским автомобильным заводом в набережных Челнах с 1995 года. С 2011 по 2016 год эта модель была второй по продаваемости среди всех машин завода после КамАЗ 65115. А по итогам 2017 года КамАЗ 43118 стал самым продаваемым грузовиком на территории Российской Федерации. Получается это не просто грузовик, а многофункциональная универсальная платформа повышенной проходимости как для перевозки грузов и людей, так и для установки разнообразных видов специального оборудования. Да-да, прямым предшественником и базой для создания КамАЗ 43118 послужил полноприводный КамАЗ 4310, который разрабатывался еще конструкторами завода имени Лихачева на заре основания Камского автозавода. Полностью модернизированный в 1989 году КамАЗ 4310 и выступил основой для новой трехосной модели 6х6. Начало было положено в далеком 1992 году, когда по заказу правительства на КамАЗе начали разработку новой модели трехосного грузовика повышенной проходимости для силовых структур. До серийного производства новая модель была доведена к 1995 году. С самых первых лет массового производства он стал востребованным не только в Минобороне, МВД и МЧС, но во многих отраслях народного хозяйства, везде где требуется внушительная грузоподъемность и исключительная проходимость. И действительно грузовик получился довольно удачным и в 1995 году Камский автозавод начал его производство. Первые версии внешне мало отличались от других продуктов бренда и пользовались большей популярностью. Автомобиль получил фирменную бескапотную кабину с надписью бренда на радиаторной решетке, большим вловым стеклом, разделенным по полам перегородкой и минимальным уровнем комфорта в салоне. Дополнял образ массивный металлический бампер с интегрированными в него фарами. Дизайн техники получился одновременно неброским и брутальным и полностью отвечал девизу «Танки грязи не боятся». В 2010 году КамАЗ 4318 прошел небольшую процедуру рестайлинга, изменившую ее комплектацию и внешность. Каркас кабины сохранился, но исполнение оказалось более современным. Многие элементы были доработаны и заменены на новые. Модель получила обтекаемый литой бампер, покрашенный в цвет кабины, видоизмененные зеркала заднего вида, интегрированные боковые обтекатели и полностью переделанную радиаторную решетку. Заметно улучшилось качество материалов отделки салона. За счет конструктивных доработок моторесурс КамАЗа 4318 был увеличен до 700 тысяч километров, а интервал между плановыми ТО возрос до 30 тысяч. Модернизированный дизельный двигатель получил электронную систему впрыска Common Rail и был сертифицирован на соответствие стандарту Евро-4. А сегодня данный грузовой автомобиль активно используется в добывающей и перерабатывающей промышленности в энергетике и строительстве. Этот КамАЗ обладает высокой проходимостью, успешно справляясь в труднодоступных районах и с перевозкой леса, и с транспортировкой различных грузов и рабочих бригад нефтегазовых компаний. Кроме проходимости, неприходливости и выносливости также делают КамАЗ 4318 очень популярным, сохраняя стабильный спрос на него. На шасси автомобили устанавливают вахтовые автобусы и автоцистерны, сортиментовозы и боровые установки автокрана и тягачи. Независимо от типа исполнения, КамАЗ 4318 уверенно и надежно работает при любых погодных, климатических и дорожных условиях. Грузовая платформа, оснащенная металлическими откидными бортами, производится как в бортовой, так и сразу в тентованной версии. Грузоподъемность автомобиля составляет 11 тонн, в новой версии изначально она определялась производителем на уровне 10 тонн. КамАЗ 4318 оснастили системой автоматического регулирования давления в шинах. На данной модели давление в шинах на всех осях поддерживается равное, и это исключает те неудобства, что порой досаждают при эксплуатации полноприводных грузовиков. А с помощью авторегулировки можно снизить давление при преодолении труднопроходимых участков местности и произвести изменение данного параметра, не выходя из кабины. Шина КамАЗ 4318 новой версии имеет типоразмер 425х85 21 и индексацию J, которая подразумевает допуск по скорости в 100 км в час. Другой особенностью конструкции современной версии КамАЗ 4318 является гидроподъемник кабины, без которого откидывание высокой кабины являлось по весьма проблематичным делом. В качестве дополнительного оборудования грузовики КамАЗ 4318 могут оснащаться лебедкой, комом для привода агрегатов, спецнастроек и тягово-сцепным устройством. Грузовик комплектуется 8-цилиндровым V-образным дизельным двигателем КамАЗ 740, системой турбонаддува и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Рабочий объем двигателя КамАЗ 740-30-260 составляет 10,8, мощность этого мотора, максимальная 245 л.с. и, соответственно, крутящий момент 1060 Нм. Двигатель КамАЗ 740-662-300, система электронного впрыска Common Rail, как в нашем случае, имеет рабочий объем 11,7, его максимальная полезная мощность составляет 300 л.с., а крутящий момент гигантский 1275 Нм. Сцепление используется диафрагминное, однодисковое, с гидравлическим приводом, пневмоусилителем. В обновленной версии грузовика используется сцепление той же системы, но производство с компанией ZF, модели MFZ 430. Коробка передач после модернизации также стала ZF-овской, модель ZF 9S 1310. Это механическая 9-ступенчатая коробка передач. Импортно ее можно назвать только отчасти. В последние годы на КамАЗе налажено собственное производство коробок передач ZF по лицензии. На грузовиках более ранних годов выпуска установлена собственная КамАЗовская коробка передач, 10-ступенчатая, 5 скоростей с понижающим рядом. Раздаточная коробка на КамАЗ 43118, механическая, 2-ступенчатая, с блокируемым жасевым дифференциалом и пневматическим управлением. Тормозная система снабжена пневматическим приводом. Диаметр тормозного барабана составляет 400 мм. Ширина тормозных накладок равна 140 мм. Предусмотрена и запасная тормозная система в качестве страховочной. В случае отказа системы основной она управляется аналогично стояночному тормозу. Длина данного грузовика составляет 8580 мм. Ширина 2500 мм. Высота 3455 мм. Колесная база 3690 мм. Дорожный просвет 385 мм. Снаряженная масса 10300 кг. Нагрузка на переднюю ось 4780 кг. Нагрузка на заднюю тележку 5520 кг. Полная масса 21600 кг. Нагрузка на переднюю ось 5800 кг. Нагрузка на заднюю тележку 15800 кг. Масса в составе автопоезда 33600 кг. Грузоподъемность 11225 кг. При достаточно большой массе КМАЗ-4318 уделяется разумным уровнем расхода горючего порядка 35 литров на 100 км пути. Максимальная скорость составляет порядка 100 км в час. Угол преодолеваемого подъема 60 градусов. Объем топливного бака 170 литров или 350 литров или 210 плюс 210 или максимальный объем 350 плюс 210. Реальный расход топлива при работе по твердой поверхности в среднем составляет 33-38 литров на сотню километров. В загруженном состоянии плюс сложных дорожных условиях, раскисшая грязь, песок, данный показатель возрастает до 45, а то и 50 литров на 100 км пути. В 2017 году этот грузовик стал наиболее продаваемым грузовиком на территории России. Реализовано 6000 единиц. Действительно это нереально крутой грузовой автомобиль повышенной проходимости с бортовой платформой. Действительно это нереально крутой грузовик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok